Ну им надо поставить на место. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал не жизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, стюками, на повозках и на запад. А не должно быть иллюзий. 48 часов всем покинуть Харьков и поквартально сносить к чертовой матери. Не надо больше ничего говорить. Любые наши проявления взаимопонимания, братья, сестры воспринимаются ими как слабость. Все наши уже здесь. Все, кто нам брать, уже здесь. Они нашли способ перейти границу. Они покинули. Объясните мне, почему вообще Киев стоит? Почему этот нацистский город до сих пор стоит? Мать городов русских давно захвачена врагами. Они нацисты. Они лавру захватили. Они осквернили все святыни. И народ Киева это легко воспринял и предал. Сначала память о Великой Отечественной войне, потом православие. Что еще они должны предать? Им надо поставить на место. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, стюками, на повозках и на запад. И то же самое сделать с другими городами, в том числе и с Киевом. Мы не должны идти по этому пути. Почему? Ну, во-первых, конечно же, это наши города. Это наши города. По какому пути? По ковровой бомбардировке, рассмотрение городов Киева, Харькова, Одессы в качестве объекта для массовых ударов. Не хочу вас обидеть. Вы в Артемовске были? Я был в других городах. Артемовске еще не было. Мариуполь, Маринка, Авдеевка. Я не хочу никого обидеть, но от этих городов мало что осталось. Современное ведение боя таково, что у вас нет другого варианта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!